Каракол-Каракол в Киргизии. Здравствуйте дорогие слушатели, оставьте комментарии и нажми на колокольчик. В 1868 году на месте города было укрепление Ксайское. Город был заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию. Штаб с капитаном-бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города. Основан как Караколь. Было возведено укрепление Каракольское. 1879-23 марта 1889 года по повелению царя Александра Третий город Караколь был переименован в Пржевальск. Для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михаиловича Пржевальского, который на пути в свое пятое путешествие умер в Караколе от брюшного тифа. По его желанию он был похоронен на берегу Сыкуля. Пржевальск, 1889-1922 год ГГ. Город имел строгую прямоугольную планировку. Каждому застройщику вменялось в обязанность посадить сад и аллею перед своим домом. До 1887 года строились в основном глинобитные дома. Но после сильного землетрясения 1887 года, город застраивался преимущественно деревянными домами с крылечками, украшенными резьбой. Это придавало городу облик среднерусской полосы. К 1872 году в Караколе было выстроено 132 двора. К 1897 году население составляло 8108 жителей. Среди городов на территории современной Киргизии Караколь был городом сравнительно высокой культуры. Отсюда отправлялись участники многочисленных экспедиций в Центральную Азию. Это были известные ученые и путешественники. В 1887 году Айк Каральковым в городе была основана первая на территории современной Киргизии метеостанция. Первая публичная библиотека открыта Барсовым. В 1907 году был организован конный завод по инициативе штабс-капитана В.А. Пьяновского. С экономической точки зрения город разбивался как торговый и административный центр всего при Иссыкуле. В 1894 году 34% всего бюджета города составляли доходы от торговли. Одновременно стали возникать и промышленные предприятия. К 1914 году в городе и его окрестностях действовало 60 промышленных предприятий, но они в основном были небольшими. В 1992 году после обретения Киргизии независимости Пржевальска 5 был переименован в Каракол. Здание областной государственной администрации в настоящее время город является промышленным центром Иссык-Кульской области. АО «Иссык-Куль-Электро», машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, АО «Каракол-Булдай», переработка зерна, АО «Ак-Булак», переработка молока, АО «Сиил», производство безалкогольных напитков, АО «Таштук», производство и переработка мяса, АО «Темир-Бетон», производство строительных материалов, АСО «Айкосейка», легкая промышленность. Правительством Киргизии учреждена АСС, свободная экономическая зона, Каракол. Из учебных заведений в городе действует Иссык-Кульский государственный университет ИМ, Касыма Танестанова, Институт кооперации ИМ, Алыш Паева, Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права, Иссык-Кульский центр юридической академии, медицинское училище, педагогическое училище, музыкальное училище, кооперативный техникум, а также 15 средних школ, одна школа-гимназия и две школы-лицея. 2013 года открылась новая средняя школа номер 15 в микрорайоне «Восход», строительство которой было приостановлено в 1989 году. Городской краеведческий музей показывает природу Иссык-Кульской области, а также историю, культуру и этнологию местных народов, начиная с Бронзового века, Центральной Азии. Начиная с 1870 года он организовал четыре крупные экспедиции в Монголию, Китай и Тибет. Во время своих экспедиций он раскрыл точные направления горных хребтов и границы тибетских гор. Он описал природу, рельеф, климат, флору и фауну на исследуемых территориях и открыл более 200 видов растений. Пржевальский также собрал огромную зоологическую коллекцию, которая насчитывала несколько тысяч видов растений, животных, птиц, рыб и насекомых. В 1888 году он скончался от брюшного тифа накануне пятой экспедиции в Среднюю Азию, похоронен на берегу озера Иссык-Куль недалеко от города Каракол. Мемориальный музей Н. М. Пржевальского был открыт 29 апреля 1957 года в городе Каракол. Музей, в дореволюционное время, был летним домом купеческой семьи Лейна. В неспокойные 1918-1920 годы здание получило социалистические нашивки как штаб-квартира областного революционного комитета, а в 1948 году приказом Совета Министров СССР было преобразовано в музей. Среди скифских артефактов огромные бронзовые горшки, найденные в озере Иссык-Куль, выставленные рядом с экспонатами на петроглифах в этом районе. Помимо обширной экспозиции традиционных киргизских изделий из перфорированной кожи, войлочных гобеленов и плетенных украшений урты, музей располагает красочной коллекцией национальных костюмов, образцами тонкообработанных серебряных украшений и хорошей выставкой киргизского прикладного искусства. Один зал охватывает флору и фауну региона, большая часть которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Музей также стоит посетить, чтобы получить советский взгляд на историю региона. Пара стен, связанных с Киргизским союзом с Россией и последующей революцией, сами по себе являются историческими артефактами. Каракольский зоологический парк основан в 1987 году. Это единственный зоопарк в Кыргызстане. После распада Советского Союза экономика страны рухнула, и это коснулось вновь созданного объекта культуры. В 2001 году рассматривалось закрытие зоопарка. Однако были найдены спонсоры, которые не только позволили сохранить животный мир района, но и позволили сохранить его в относительно благополучном состоянии. В настоящее время здания, клетки и камеры не новые, но в очень хорошем состоянии. Есть японские макаки, медведи, волки, олени, верблюды, лошади Пржевальского, павлины и многие другие животные. В 1895 году, в период строительства Юта служила прихожанам как церковь. Он видел значительное служение, а не только церковь. Во время антироссийского восстания 1916 года монахи были зверски убиты. На протяжении многих лет, особенно после революции 1917 года, он использовался в качестве учебного центра, в котором размещались школа, женская гимназия и высшеучебное заведение, спортивный зал, театр, танцевальный зал и даже угольный склад. Затем, в 1991 году, после распада Советского Союза и обретения Кыргызстаном независимости, местные власти вновь передали здание церкви с условием, что все дальнейшие реставрации будут в их ведении. В 2001 году вода настолько соленая, что можно читать газету, плавая на поверхности. Вода содержит около 132 грамм соли на литр. Это озеро также популярно, как медицинский тур. Грязь перегревается глубоко под поверхностью земли. Многие местные жители считают, что он обладает целебными свойствами. 1872 году, когда Каракол был гарнизонным городом, созданным как форпост на окраинах Царской Российской империи, он был разрушен в 1890 году землетрясением, и нынешний собор был построен из дерева на кирпичном основании. Прошло шесть лет, и была завершена в 1895 году. В период строительства Юта служила прихожанам как церковь. Он видел значительное служение, а не только церковь. Во время антироссийского восстания 1916 года монахи были зверски убиты. На протяжении многих лет, особенно после революции 1917 года, он использовался в качестве учебного центра, в котором размещались школа, женская гимназия и высшеучебное заведение, спортивный зал, театр, танцевальный зал и даже угольный склад. Затем, в 1991 году, после распада Советского Союза и обретения Кыргызстаном независимости, местные власти вновь передали здание церкви с условием, что все дальнейшие реставрации будут в их ведении. Кыргызии 2009 года численность населения города составила 63 377 жителей, в том числе дорогие слушатели, оставьте комментарии и нажми на колокольчик.